Когда Филипп Македонский подошел к стенам Спарты, он отправил спартанцам такое послание. Если я возьму город силой, то разрушу весь город и уничтожу все население. На что был получен лаконичный ответ? Если. Итак, второй выпуск «Ицуань» 2021 года. С вами Анатолий Криводедов. И в этом выпуске мы для начала разберемся, что там случилось с этим лаконичным ответом в Древней Греции. А также попробуем разобраться с такими вопросами, что такое самопознание в контексте стиля «Ицуань», где проходит граница между бессмертным и ограниченным в человеке. Естественно, мы также обсудим и то, как, практикуя «Ицуань», можно взаимодействовать с бесконечностью, и то, как уберечь каплю воды от высыхания. Для начала я отмечу, что вот эта история со спартанцами, а это все происходило в местности Лакония, немножко такой, как сейчас принято говорят баян, на самом деле в Спарте не было стены, они считали, не было необходимости в этих стенах. И, тем не менее, вот термин сам «лаконичность», оно произошло из этих мест. И чуть позже мы разберемся, что в нашем контексте будет этот термин значить. Во-вторых, я отмечу, что еще более лаконичный ответ был дан Александром Васильевичем Суворовым, когда к войскам австрийского принца подошли турецкие войска, он направил просьбу о немедленной помощи, на что Александр Васильевич ответил, коротко, лаконично, «иду». В настоящее время только ленивый не самопознает себя и не саморазвивается, и если спросить, допустим, Андрей, что ты делаешь? Он скажет, я саморазвиваюсь. Но что за этим понятием стоит, он вряд ли сможет четко и ясно объяснить. Сразу оговорюсь, что взаимодействие смыслов, философии и понятий, принятых в Ицуань, это мой личный опыт, который я никому не навязываю. Ну, а тем, кому будет интересен этот опыт, вы можете посмотреть плейлист на моем канале, который называется «Академия Ицуань. Видеокурс». Ссылку на этот плейлист я оставлю в описании к этому видео. В настоящий момент плейлист состоит из введения, обзора Академии Платона, рассматривание основ философии Аристотеля и осмысление того, как эти знания можно использовать в практике Ицуань и пути Геокусинкай. Ну, а теперь перенесемся в Древнюю Грецию и разберемся с истоками понятия самопознания. В Дельфийском храме, посвященном Богу Аполлону, были начертаны такие слова «Познай себя» и «знай меру» или «ничего сверх меры». Если «познай себя», по-древнегречески можно так сказать «гноти се аутон», где «гноти ты знай», «се» — это обращение на себя, внимание, и «аутон» — это изобретение Платона в этом сочетании слов и понятий. Фраза «познай себя» и «ничего сверх меры» достаточно лаконична, и это нас возвращает к началу нашей беседы. Дело в том, что в лаконе признаком образованности считалось, что когда благородный муж мог изъясняться коротко и ясно. И вот в храмах древнегреческих было такое понятие, как богам жертвовали вот такие короткие изречения, а не приносили в жертву каких-то животных либо другие какие-то вещи. То есть вот ценились такие качества. Отсюда вот такие надписи идут. Давайте я это прокомментирую. Вот из книги «Диалоги Платона». Такая книга, рекомендую. Хорошее такое издание. И в этой книге мы находим протагор. Такой диалог. И 343-й фрагмент. Здесь вот есть, я понимаю, зачитаю этот фрагмент. Вот потому-то кое-кто из нынешних, да и из древних, догадались, что подражать лаконцам, это вот как раз то, что вот на этой территории спартанцы жили. Это значит гораздо более любить мудрость, мудрость, чем телесное упражнение. Они поняли, что умение произносить такие изречения свойственно человеку в совершенстве образованному. К таким людям принадлежали. Ну, тут идет перечисление достойных мужей. И далее. Все они были ревнителями, любителями и последователями лаконского воспитания, и всякий может усвоить их мудрость, раз она такова, что выражена каждым из них в кратких и достопамятных изречениях. Так вот, в контексте того времени человек, входящий в храм и читая вот эти слова «познай себя и ничего сверх меры», ощущал разницу, границу между бессмертным и смертным, между бесконечным и мимолетным. И если пытаться разбираться глубже, то эта граница проходила не между, скажем так, божественным или бесконечным и человеком, а где-то внутри человека. Вот что-то близкое к этому на самом деле происходит и в Ицуань, когда, если подходить, конечно, практике с определенным зрелым мышлением, и когда ваши цели идут несколько глубже, чем просто боевое искусство, чем оздоровление. Это тема нашего прошлого выпуска. Посмотрите, пожалуйста, если мы идем дальше, в глубину, в сердцевину практики, пытаясь успокоить свой ум для начала, затем сердце и погружаемся в свое естественное состояние, тем самым познавая себя. Так вот, когда мы становимся в столб, это мы как будто бы заходим в свой храм. И в этом храме мы начинаем пытаться искать вот эту искру, искру, которая, ну скажем так, бесконечности, искру космоса, которая в нас заложена изначально. А в чем выражается это, если на более понятном языке сказать, это мышление, которое в нас заложено изначально. Когда мы рождаемся, в нас уже это есть. Другое дело, как мы этим пользуемся, как развиваем это, как мы осознаем вообще, что мы как мыслим. В Уцване мысль в форме И, вполне конкретной форме, это такого мысленного импульса, оно заложено в самом начале, и мы работаем с этим непосредственно. Мы изучаем, как тело реагирует на ум, как во взаимодействии с внешним контекстом это все происходит. В этом плане интересно, я такое мнение встречал, что когда мы глубоко работаем, ну это можно сказать и про столб, и про шили вот с этими методами, то мы постепенно можем ходить во взаимодействии с малой природой. Но общаясь с мастером Яо Чжуном, это выражалось в том, что воздух вокруг тебя начинает приходить движение, это вот ближайшее окружающее пространство. Затем это может быть еще дальше, какой-то участок, парк, в котором ты занимаешься. Ну и на более таком глубоком уровне, и когда вы достаточно успокоили свое сердце, это может быть большая природа, то есть вот это весь космос, в котором вы являетесь частью этого космоса. Вот ощущение это на уровне практики приходит, и таким образом мы начинаем разбираться, где, какие ограничения у нас есть, как у человека, с чем мы соприкасаемся по ходу практики. Как самопознанием работают, допустим, философии. Там, но это еще со времен, опять же, с Платона была принята такая форма, как диалоги. И очень ценилось искусство правильно задавать вопросы, и задавать правильные вопросы. Такие же вопросы мы можем и задавать, и самому себе, чтобы каждый раз уточнять, чем мы занимаемся, что именно сейчас мы делаем, какие у нас цели, какие у нас инструменты или средства для достижения цели, что происходит сейчас. Вот такая рефлексия, такой диалог, он очень важен для того, чтобы все время корректировать себя. И в этом плане даже интересно с точки зрения терминологии. Вот у нас в столбах идет такое притирание, нащупывание. То есть мы раз каждый раз вот щупаем, пробуем, есть вот это целостное микродвижение. Нет, действительно, это мысль влияет, или это только движение тела. И если мы берем метод шели, это можно дословно перевести как тестирование движения. То есть мы делаем движение, все время слушаем, есть вот это целостное или нет, чувствуем, есть ли какие-то ощущения внутри при взаимодействии с внешними силами. То есть вот эти вопросы нужно постоянно задавать себе, нужно задавать вопросы своим наставникам, учителям, инструкторам, если вы что-то не понимаете. И вот такое взаимодействие теории, правильного понимания и практики дает оптимальный результат. Ну а для начала нужно задать себе вопрос. Такой вопрос, кстати, я уже об этом говорил, задал мне и мастер, когда я начал заниматься, приехал в Китай, и у меня был хороший переводчик, поэтому была возможность нормально общаться и знать все детали, оттенки перевода, что хотел уточнить учитель. Первый вопрос был, как ты намерен заниматься с нуля, вот с чистого листа, либо ты будешь брать то, что захочешь. Я об этом говорил, тем не менее, еще раз повторю, это важно, я начал заниматься с чистого листа и отмечу с хорошим переводчиком. Это очень важно, потому что приехав с переводчиком с улицы, либо в гугле пытаться, вы рискуете неправильно понять метод. В лучшем случае вас поставят столб, и вы там будете долго стоять, и понимания будет мало. Второй важный вопрос задал мне мастер Яо Чинжун, когда я уже занимался, он все время уточнял у меня, что именно мне интересно в Ицуане. И вот из трех вот этих составляющих, как Ушу, китайское боевое искусство, применительная составляющая, оздоровительная, Ян Шэн и его часть, и самопознание, то, что мы для себя обозначили, я не смог сказать, что что-то одно. Мне действительно, действительно честно интересовалась Ицуань во всем вот этом объеме. И я до сих пор вот эти все разделы изучаю. И ранее, ранее я достаточно много материалов выкладывал по применению, по методу Туй Шоу, по Сань Шоу, сейчас продолжаются публикации. Тема во многом раскрыта и продолжает раскрываться. Вот по самопознанию мы обозначили вот этот раздел, но он глубоко, мы в него еще не заходили. И поэтому одной из целей в этом году я начал с того, что попытался прояснить, прояснить, что же может быть главным в Ицуань. И вот сейчас мы касаемся темы самопознания. Причем, чтобы я отметил, что на самом деле для того, кому в Ицуань интересна применительная составляющая, либо здоровье, это нормально. Это нормально. Вы можете взять любой аспект, который вам интересен. Главное, чтобы это было искренне и вы сами понимали, куда вы идете. В дальнейшем, в дальнейшем вот эти цели, они могут смещаться. И средства, инструменты, соответственно, будут смещаться. Вот это достаточно индивидуальный процесс обучения, но его нужно прояснять в первую очередь для самого себя и доводить это до своего наставника, мастера, чтобы вы в этом плане, он тоже понимал, какие инструменты вам подбирать. И тогда смычка теории и практики будет эффективно работать. Ну, а закончу я этот выпуск, тоже постараюсь это сделать лаконично. В свое время я посмотрел с удовольствием и с интересом такой фильм, как «Самсара». Вы можете найти его в сети и ссылочку в описании тоже вам оставлю. В нем есть такой момент, он в самом начале фильма и в самом конце, когда человек, стремящийся, скажем так, условно, к самопознанию, он на одной стороне камня прочитал одну надпись, а потом уже в конце повествование прочитал оборотную сторону камня. Так вот, на одной стороне камня было начертано каплю воды можно уберечь от высыхания, а с другой стороны бросив ее в море. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok